Девушки отдыхают Самые бесстрашные отваживались на побег Несколько уровней охраны, толстые бетонные стены Это место для самых отъявленных преступников В этот раз исследователи с помощью новых радаров и сканеров Откроют здесь тайны из прошлого Заключенные рассказывают нам о том, как они здесь жили Что на самом деле кроется за нерушимой репутацией этой тюрьмы? Она совсем разрушена Чтобы разгадать тайны Алькатраса Проникнем в эту знаменитую тюрьму Раскрывая двери камер и срывая колючую проволоку со стен И посмотрим, что же сломало скалу Остров Алькатрас находится почти в двух километрах от берега в заливе Сан-Франциско Знаменитая тюрьма на острове – символ преступления и наказания На протяжении десятилетий этот остров был домом для тех, кого разыскивала вся Америка Аль Капона Пулемет Келли Роберт Страут Птицелов Заключенных, попавших сюда, не могли содержать где-либо еще Какие инженерные секреты скрываются за легендарной репутацией? Скала создана, как тюрьма в тюрьме Внешняя стена толщиной более 60 сантиметров Внутри более 300 камер, расположенных в три яруса Единственный выход блокирует двухтонная стальная дверь Снаружи тюрьму окружают четырехметровые стены с плоской колючей проволокой наверху Шесть башен охраны Которой разрешалось стрелять на поражение Аль-Катрас – оригинальная тюрьма сверхстрогого режима Но почему первую в мире тюрьму такого рода построили именно здесь? В начале 19 века на острове Аль-Катрас был морской флот Специалист по историческим постройкам Таня Комас разберется Повлияла ли мистика первой постройки в дальнейшем на тюрьму С помощью георадара она ищет остатки форта Мы просканировали двор под постройками И то, что предполагали найти, подтвердилось с помощью научных методов Мы смотрим на площадку для отдыха Лестница здесь, за лестницей тюрьма А прямо под площадкой для отдыха какая-то постройка, которая тянется с востока на запад На скане видна земляная насыпь Под ней каменный погреб для хранения оружия Скан показывает, что под нашими ногами находится историческая военная крепость Это часть большой системы построек на этом острове В лучшие времена обширным арсеналом крепости Аль-Катрас управляли 200 солдат Таня считает, что современный вид тюрьмы формировался под влиянием раннего этапа заселения острова Под главным зданием с камерами В основании фундамента расположена большая часть остатков военной крепости Пустые помещения, часто не превышающие полутора метров в ширину Но и снабженные узкими бойницами для ружей, выходят на сухой ров Здание полностью сделано из кирпича Что любопытно, выцарапанные на стене надписи имена, даты Говорят о том, что когда-то эти помещения предназначались для пленных Неужели репутация Аль-Катраса как место удержания людей в неволе Имеет более долгую историю, чем мы привыкли считать Этот подвал, построенный в 1859 году, является частью цитадели У Тани есть эксклюзивное разрешение на исследование этого подземелья Оказаться в такой камере было, наверное, особенно ужасно Существуют рассказы о том, что люди проводили здесь ночь на четвереньках, чтобы не спать на холодном цементном полу Здесь невозможно понять, день сейчас или ночь С помощью лазерного сканера можно установить истинные размеры этого подземного мира Создаваемая сразу как скала, эта крепость представляет собой настоящий инженерный подвиг Трехмерный сканер позволяет увидеть, что находится под современной тюрьмой Эта кирпичная постройка была самой большой на острове на тот момент Эта модель дает представление не только о том, как использовался подвал крепости Эти три помещения были первыми тюремными камерами на острове Аль-Катрас Во время пребывания здесь военных инженеры пришли к выводу, что крепость лучше всего использовать в качестве военной тюрьмы К концу 20 века в этих маленьких камерах содержали около 50 заключенных Уже тогда за островом закрепилась репутация тюрьмы Как же Аль-Катрас превратился из крошечной военной тюрьмы? В знакомую нам огромную федеральную тюрьму Ответ можно найти среди самых мрачных страниц истории Сан-Франциско В 1906 году страшное землетрясение мощностью 7,9 балла по шкале Рихтера разрушило почти весь город Но Аль-Катрас устоял Таня считает, что это сыграло ключевую роль в превращении Аль-Катраса в тюрьму сверхстрогого режима Чтобы восстановить картину происшествия Таня отправляется к геологу Джеку Мэйру Почему Аль-Катрас устоял, когда весь город был разрушен? Причина была в следующем Сан-Франциско стоит на таком илистом грунте Это намывной илз залива Он содержит ракушки Такой грунт очень мягкий В условиях влажности он разжижается, а под давлением вибрирует Причем очень сильно и непредсказуемо На этом стоит Сан-Франциско? Неудивительно, что последствия землетрясения были столь разрушительными Этот грунт стал обсыпаться во время землетрясения Конечно, здания, построенные на нем, не устояли Большая часть Сан-Франциско построена на земле, отвоеванной у океана Намывной грунт позволял городу расти Но он мягкий и неустойчивый Землетрясение 1906 года превратило землю в зыбучие пески Более 28 тысяч зданий разрушилось В том числе четыре городские тюрьмы По улицам города водили толпы эвакуированных заключенных Тогда как Алькатрас, расположенный на твердой скале, стоял, как и прежде После ударной волны на постройках острова даже трещины не появилось Алькатрас стал единственной функциональной тюрьмой Сан-Франциско И всех городских заключенных отправили на скалу В геологической структуре Алькатраса нет ни песка, ни ила Только камень Легко представить, как такое основание пережило землетрясение Он может стоять вечно Островная скала стала основанием для нерушимой репутации тюрьмы Вскоре после землетрясения построили ее современное здание В 1934 году остров стал федеральной тюрьмой для заключенных, которых нельзя было держать в других местах Но торопясь построить первую в мире супер-тюрьму, не допустили ли инженеры непоправимые ошибки? Остров Алькатрас в заливе Сан-Франциско Заключенных, которых нельзя держать в других тюрьмах США, переводят сюда Готовясь принять их, инженеры создают сверхзащищенное здание Они полностью переоборудовали здание Новые укрепления были не хуже современных Установили новые стальные решетки на окнах и дверях А также механическую систему замков, чтобы заключенные не могли выкрасть ключи Это особый психологический настрой Если ты попал в Алькатрас, ты принадлежишь им Охрану вооружают новейшими моделями оружия Говорят, что сбежать из новой супер-тюрьмы абсолютно невозможно Попасть на остров можно, а покинуть его нет Но в 1937 году, всего через три года после открытия Заключенные Теодор Коул и Ральф Роул находят слабое место в броне тюрьмы Они обращают внимание не на основной тюремный блок А на тюремные мастерские, в которых работают заключенные Производственный блок расположен на краю острова Заключенные трудятся в мастерской по обработке железа Подпиливая стальную решетку в течение нескольких недель Коул и Роул выламывают из нее два прута и выбивают неукрепленное окно Затем пролезают через проем Спускаются рядом с трехметровым забором с колючей проволокой И пробираются к маленькой калитке После сбивают замок украденным гаечным ключом И, вероятно, используют старые автошины для смягчения падения С шестиметровой высоты на скалу пониже А затем с помощью пустых канистр Уплывают с острова Как им удалось сбежать из самой укрепленной тюрьмы в мире Посреди дня Бывший агент ФБР Джефф Харп всю жизнь сажал негодяев за решетку Он изучает попытки побега из Алькатраса Надо быть невероятно решительным, чтобы отважиться сбежать отсюда Джефф пытается выяснить, не допустили ли непоправимых ошибок при строительстве знаменитой тюрьмы Джек считает, что мастерские оказались слабым местом тюрьмы Что помогло Коулу и Роу сбежать У них был доступ ко всем инструментам и различному оборудованию Им удалось обдумать и организовать побег На трехмерной модели видно, как заключенные извлекли выгоду из расположения помещений в мастерской У заключенных есть много возможностей спрятаться, когда охранник проходит мимо мастерских Ему видно, что происходит в помещениях, только когда он проходит мимо двери Здание мастерских построено в форме буквы G Первый этаж разделен на 8 секций Неудачный проект с точки зрения обеспечения правопорядка В мастерской есть все инструменты, которые понадобились заключенным Они потихоньку подпиливали решетку на окне с помощью украденных пил Каждый раз, когда охранник поворачивался спиной, заключенный мог подходить к окну и понемногу подпиливать стальные прутья Заключенные выпрыгнули в окно Их следующий шаг кажется невероятным Отверстие для побега находится всего в 10 метрах от охранников на крыше Поэтому беглецы ползут вдоль здания, чтобы их не заметили Но когда они добрались до берега, охранники на западной сторожевой вышке должны были непременно их увидеть Как же им удалось проскользнуть? Джефф считает, что беглецам помогла скрыться необычная погода на заливе Согласно записям в деле, в тот день был необычно густой туман Вероятно, Кол и Роу намеренно поджидали такую погоду с сильным туманом, чтобы добраться до Сан-Франциско Сан-Франциско – один из самых туманных городов мира Морской туман бывает настолько плотным, что иногда даже укрывает огромный мост Золотые ворота Джефф отправляется в симулятор погоды под открытым небом, чтобы проверить, мог ли туман помочь Колу и Роу Между этими двумя пирсами установлен симулятор погоды, который распыляет морскую воду, создавая туман, как в Сан-Франциско Джефф намерен провести эксперимент, надеясь повторить то, что, по его мнению, случилось в день того побега Когда опустился туман, мы сможем определить, мог ли он скрыть то, что делали беглые заключенные Машина генерирует туман Участница эксперимента едет по мосту Через несколько шагов она исчезает Она полностью исчезла на мосту Нужно замерить это расстояние 15,4 метра Для людей, сбежавших из тюрьмы, в тот день туман сыграл большую роль, спрятав их от охраны Эксперимент показал, что в туманную погоду сторожевые вышки тюрьмы бесполезны Но такая же погода, помогшая Коулу и Роуз бежать из скалы, вскоре обернулась против них Туман помог им скрыться при побеге, но когда они оказались в море, он стал их врагом, потому что они не видели, куда плыть Тогда, в 1937-м, следователи ФБР пришли к заключению, что беглецы утонули Дело закрыли В Алькатрасе постепенно построили новые мастерские, без невидимых углов и с более прочными стальными решетками Теперь, по мнению властей, отсюда невозможно сбежать Но, видимо, они снова ошиблись при строительстве, пытаясь перехитрить самые острые умы преступного мира Америки Все эти люди были преступниками Попав на этот остров, они только и думали о побеге Специалист по историческим постройкам Таня Комос выясняет, как инженеры укрепляли все слабые места Алькатраса Но строить на каменистом острове задача не из легких Таня разбирается, на какие хитрости приходилось идти рабочим Строительство на острове подразумевает, что все материалы надо сюда доставлять А это трудно При замене решеток в тюремных камерах их не выбросили, а забетонировали в стены, чтобы укрепить их Несмотря ни на что, Алькатрас по-прежнему оставался крепким и неприступным Охрана максимально усилила меры безопасности На каждого заключенного здесь было три охранника В 1937 году укрепляют производственные помещения Руководство считает, что теперь уж точно из тюрьмы невозможно сбежать Попадая на этот остров, заключенные понимали, что вырваться отсюда будет очень нелегко Лишь немногие знали, что у Алькатраса снова есть уязвимое место И в пятницу 13-го в 1939-м этой уязвимостью воспользовались пятеро Главарем стал один из самых опасных преступников Америки Артур Док Баркер Пока охранник смотрел в другую сторону, пятеро мужчин занимались решетками своих камер Ножами они перепилили прутья и отогнули их Все пятеро выбрались из своих камер В коридоре они наталкиваются на бетонную стену с толстыми стальными прутьями на окнах Они выламывают прутья в два пальца толщиной и выбивают железную раму окна Они сломали тюремный блок Как им удалось справиться с нерушимой сталью Алькатраса? Джефф Харп изучает следственные материалы Их содержали в отдельном блоке под литерой Д Этот блок считался самым укрепленным во всей тюрьме Блок Д имел дурную славу Там сидели заключенные, нарушившие правила Они находились здесь круглосуточно в полной изоляции Однако есть доказательства того, что камеры были не такими уж крепкими Согласно документам ФБР, камеры блока Д, где содержались самых опасных заключенных Были сделаны из обычных стальных прутьев Во время реконструкции тюрьмы инженеры установили в большинстве камер усиленные прутья Устойчивые к механическим повреждениям Трудно поверить, но в блоке Д остались обычные стальные решетки Стоявшие еще со времен пребывания здесь военных Этим парням удалось потихоньку перепилить прутья Потому что они были очень мягкими Заключенные использовали тайно принесенные ножовки, незаметно работая по ночам Но и это только первый этап их побега Когда они выбрались из камер, у них возникла новая проблема Им предстояло справиться с окнами, на которых стояла закаленная сталь В отличие от их камер, решетки на окнах были реконструированы Путь к свободе им теперь перегородили толстые прутья, которые не распилить ножовками И все же они нашли выход Похоже, у них был какой-то инструмент, которым они взломали окно и выставили прутья В документах ФБР говорится, что у беглецов был самодельный домкрат Большой винт с припором на конце Они поворачивали винт, пока решетка не сломалась Примерно в три часа ночи беглецы приступили к последней части плана Беглецы выпрыгнули в окно и быстро переместились к утесу, скрываясь от охранников Затем они разделились Маккейн и Янг начали делать плод из толстых досок Коряк и стула, связав все это разорванными простынями Баркер и Стэмфилд направились к берегу в поисках палок и досок А Мартин спустился с утеса со стороны Сан-Франциско и один отправился в плавь Но в 4 утра охранники заметили их отсутствие Началась погоня Трое беглецов сдались, а двое попытались скрыться в плавь Тогда охранники открыли огонь В камеры вернулись только четверо Док Баркер умер в больнице от огнестрельной раны После неудачной попытки побега блок Д наконец укрепили Инженеры установили решетки из упрочненной стали в каждой камере И теперь уже все были уверены, что сбежать из тюремного блока невозможно На протяжении следующих 23 лет более 20 заключенных безуспешно пытались сбежать из тюрьмы Они либо погибали, либо возвращались в камеры Но в 1962 году трое заключенных подготовили план самого дерзкого в истории побега из тюрьмы Вот здесь они смогли сделать подкоп, а потом вскарабкаться туда Говорят, что именно так они выбрались на свободу Неужели они единственные, кому удалось сбежать из Алькатраса? В 60-х годах 20 века Алькатрас была самой надежной тюрьмой в мире Здесь отбывали срок самые опасные заключенные Многие пытались сбежать Но пробить скалу не удалось никому Но утром 12 июня 1962 года дерзкий побег разрушил идеальную репутацию Во время стандартной переклички охранники подняли тревогу Фрэнк Моррис и Джон и Клэренс Энглины отсутствовали Побег произошел во время отбоя Чтобы обмануть охранников, заключенные подложили муляжи голов с натуральными волосами, собранными в тюремной парикмахерской Под раковиной за фальшивой решеткой из картона обнаружили дыру в бетоне, которую проделывали в течение месяцев Они проползли в служебный коридор, а затем пролезли 10 метров вверх по трубам Отогнули прутья потолочной решетки и выбрались на крышу Спустившись на 15 метров по трубе и пробившись через забор с колючей проволокой, Моррис и братья Энглины добрались до океана Больше их никогда не видели Специалист по историческим постройкам Таня Комас хорошо разбирается в бетонных конструкциях Она считает, что главную роль в этом побеге сыграл изъян в структуре стен Таня приехала в инженерную лабораторию Калифорнийского университета в Беркли, специализирующаяся на тестировании разных видов бетона Бетон – это простая смесь песка, цемента, камней и воды Однако важно соблюдать пропорции Если добавить чуть больше воды, чтобы было легче мешать, его прочность снизится Сначала ей нужно взглянуть на место событий Перед нами один из лазов, который заключенные проковыряли для побега Для простых посетителей музея в Алькатрасе этот бетон может показаться вполне нормальным Но если рассмотреть поближе, заметим большие камни Их много, они касаются друг друга Бетон из Алькатраса кажется сделанным наспех Машина для испытаний на прочность поможет сравнить этот бетон с современным У меня два образца бетона В одном пропорции материалов соблюдены, все правильно перемешано А во втором есть нарушения Материалы плохо перемешаны, не соблюдены пропорции Машина будет постепенно сжимать образец бетона, пока он не развалится Сначала современный бетон Начнем проверку Подаваемое давление измеряется в фунтах Видно, как быстро оно увеличивается Давление 75 тысяч, образец пока держится Давление уже 120 тысяч Начинает немного крошиться Разрушается Образец выдержал 128 тысяч фунтов 9 тысяч атмосфер Очень прочный бетон Выдержал давление примерно в 40-42 автомобиля А теперь бетон, аналогичный бетону в Алькатрасе 40 тысяч фунтов 65 тысяч Начал слегка разрушаться 70 тысяч Вот и все Только посмотрите На 50% слабее предыдущего образца Этот образец раскрошился всего при 70 тысячах фунтов на дюйм Если бы вы были заключенным в Алькатрасе, вы бы предпочли этот бетон в камере Беглецы использовали самодельные инструменты Ложки, стамески и очень маленький моторчик от пылесоса Этого хватило, чтобы пробить себе путь к свободе Блок с камерами построили не инженеры, а заключенные в 1909 году Через полвека беглым заключенным помогли их предшественники, создавшие стены здания Слабая конструкция означает, что бетон был плохим с самого начала Но Таня считает, что он все равно должен был выдержать, когда заключенные ковыряли его самодельными инструментами У нее есть специальное разрешение на осмотр настоящего лаза, через который выбрался один из братьев Энглинов Это блок Б Перед нами дыра, через которую сбежал один из заключенных Как видите, бетон полностью разрушен Это один из звуков, которые нам так нравятся, когда соседи затевают ремонт Звук пустоты говорит о наличии щели внутри бетона Видимо, это значительно облегчило им задачу расковырять бетон, вытащить решетку и подняться туда Таня считает, что ненадежность бетона связана с морским воздухом вокруг тюрьмы Стальные укрепления, вставленные в стены, постепенно выходят наружу Таня и ее команда из Института сохранения бетона торопятся спасти конструкции на острове Видно, как пруд внутри, подвергшись коррозии, разрушил бетон Здесь очень агрессивный морской климат, соль проникает в конструкции и сталь разрушается Соленая вода проникает в мельчайшие трещины и разрушает сталь в пять раз быстрее, чем пресная вода Сталь ржавеет, из-за чего ее размер может увеличиваться в шесть раз Вследствие этого возрастает внутреннее давление на бетон, возникают трещины и бетон крошится Таня пересекает залив и едет к артиллерии Чемберлина, морскому форту, где происходит такое же разрушение бетонных конструкций, как на Алькатрасе Ее команда сканирует бетон с помощью современного рентгена Их цель – обнаружить уязвимые места и защитить бетон от разрушения Прибор показывает, что на глубине в пять сантиметров вдоль поверхности что-то происходит Скорее всего, соленая морская вода вызвала коррозию укрепляющих стальных прутьев внутри этой конструкции Это место иллюстрирует, как коррозия помогла заключенным прорубить стены камер в Алькатрасе Замечательно Это вентиляционная решетка, как и в камерах Алькатраса, повреждает бетон вокруг Это уязвимость и сыграла на руку заключенным Соль воздействует на Алькатрас со всех сторон В Алькатрасе используется морская вода для промыва туалетов И в итоге трубы протекают и вода просачивается в стены Соль разъедает укрепляющие стальные прутья Они расширяются и разрушают бетон По мнению властей, островное расположение тюрьмы – главное ее преимущество Никто и не подозревает, что это и один из ее главных недостатков Проекты строительной конструкции здания несокрушимого Алькатраса оказались главным фактором в осуществлении самого знаменитого в истории побега из тюрьмы Морис и братья Энглины тихонько ковыряли стену и подбирали гениальный способ осуществить и другую часть побега Во время дежурства они вешают на окно простыни якобы от пыли, закрываясь тем самым от взглядов охранников На протяжении шести недель они по очереди поднимаются из камер наверх в импровизированную мастерскую и создают экипировку для побега Руководствуясь статьей в журнале, они делают плот из 50 прорезиненных плащей Для сплавления плащей используют пар в трубах Они делают спасательные жилеты и преобразуют аккордеон в насос, который используют в ночь побега Как уже говорили, изъяны в конструкции камер помогли осуществить побег но Морису и братьям Энглин надо было еще уплыть с острова Добравшись до берега, они с надеждой положились на самодельный плот Вода вокруг Алькатраса – это последняя линия его защиты Руководство тюрьмы считает, что с заливом Сан-Франциско никому не сравнится Видимо, такая вера в надежность островного положения тюрьмы стала их главной ошибкой В 1962 году в федеральной тюрьме на Алькатрасе содержали более 250 заключенных Не было ни одной успешной попытки побега Но с 11 июня репутация несокрушимой скалы оказалась под угрозой Трое беглых заключенных – Фрэнк Моррис и братья Джона Клэренс Энглин – добрались до воды В их распоряжении самодельный плот, сделанный из плащей Свобода уже близко Но море здесь неспокойное Если спустить воды залива, можно увидеть скрытые опасности Морское дно покрыто впадинами и горами высотой в жилой дом Из-за этого приливы закручиваются в быстрые непредсказуемые течения вдоль Алькатраса При средней глубине в 5 метров вода несется к мосту, где устремляется в подводное ущелье глубиной 120 метров Скорость воды здесь в два раза больше, чем в узкой протоке, заканчивающейся каскадом Ниагарского водопада Преодолели ли беглецы смертельно опасные течения? Или их смыло в открытый океан? Врач-терапевт Том Нактон много знает о плавании в заливе И о том, насколько опасными могут быть эти воды Используя эту масштабную модель, созданную специалистами инженерных войск США Том намерен рассчитать маршрут беглецов Этот симулятор, расположенный рядом с городом Соус-Алита, моделирует течение всей области залива Сан-Франциско Потрясающая модель! Там Алькатрас, здесь Отмель Тома интересует течение вокруг острова Алькатрас во время побега Спустим эту лодку На воду, в том месте, где предположительно заключенные вошли в океан Добавим немного краски Это лодка – плод заключенных Окраска обозначает отлив, с которым приходилось бороться беглецам Течение несет лодку к мосту Золотые ворота Их сразу унесло бы в Тихий океан Обратите внимание на окраску, как она быстро движется Модель показывает наиболее вероятный сценарий Течение быстро уносит плод в открытое море Однако эти воды могут быть непредсказуемы В зависимости от времени суток Том считает, что шанс на успех есть, когда смена течения уносит плод в безопасные воды В заливе Сан-Франциско есть приливные и отливные течения Судя по этой симуляции, если они попали в воду в нужное время, около 11.30 Они могли дойти с отливом до моста Золотые ворота А затем на веслах до бухты Хорроу-Бэй у мыса Мартин Если Фрэнк Моррис и братья Энглины правильно рассчитали время, они могли добраться до берега по приливным течениям Но Том считает, что по крайней мере часть пути беглецам пришлось преодолеть вплавь Если самодельный плод оказался ненадежным, если он их подвел и они оказались в воде, это обернулось бы для них большой бедой При погружении в ледяную воду человек задыхается, и вода может попасть в легкие Можно в один миг утонуть В то же время происходит сужение сосудов Учащается пульс, что в течение двух минут может привести к остановке сердца Если человек выжил, и после этого через 10 минут его кровь перестает поступать в мышцы рук и ног Нарушается координация, и плыть дальше невозможно До этой стадии доживет только каждый третий Через час сердце замедляется Начинается кислородное голодание Человек погибает Опасна не только вода В заливе полно хищников Например, морской лев Случается, что они кусают людей Укус хищника довольно серьезная проблема Примерно год назад было четыре случая укусов Два из них с угрозой для жизни По официальной версии плод перевернулся и беглецы утонули Скала Сохранила образ несокрушимый Многие исследователи допускают, что мужчины утонули Но тела Фрэнка Морриса, Джона Энглина и его брата Клэренса так и не нашли Спустя 60 лет дело остается открытым И это дело теперь в компетенции полицейского Майкла Дайка В полицию до сих пор приходит заявление Люди полагают, что наткнулись на одного из них Или что один из них живет с ними по соседству Даже представить трудно, сколько существует разных версий Работа Майка заключается в том, чтобы сохранять к этому побегу трезвое отношение По одной из версий беглецы утонули рядом с островом Энджел Айланд Приблизительно через 24 часа после того, как беглецы покинули остров Ночью, 12 июня, затем мысом на острове Энджел Айланд Примерно в 100 метрах от берега Обнаружили плод Неподалеку плавал самодельный спасательный жилет и фотографии, принадлежавшие братьям Энглин Вероятно, беглецы утонули Они избавились от лишних предметов, сбрасывали груз, чтобы было легче плыть Но беглецы также могли инсценировать смерть По словам их сообщника, они собирались плыть на Энджел Айланд Некоторые считают, что беглые заключенные могли выбросить эти вещи, чтобы заставить всех поверить, что они утонули Если бы все думали, что они мертвы, их перестали бы искать На через несколько дней после побега следователи обнаружили следы и остатки плота здесь, на острове Энджел Айланд В ходе расследования я обнаружил среди документов ЭБР письмо Вертолет береговой охраны, пролетая над островом, обнаружил что-то похожее на плод Они решили, что беглецы были здесь, так как увидели следы, ведущие от плота Но более подробное расследование снова заходит в тупик Если посмотреть на следы с высоты вертолета, можно представить, как легко было ошибиться Уже через несколько часов береговая охрана сообщила, что следы вели не от, а к остаткам чего-то похожего на рыболовную сеть, рядом с которой валялись деревянные палки Уже более 50 лет о них не было никаких сведений Но в 1913 году в полицию Сан-Франциско пришло письмо, якобы написанное Джоном Энглином Когда это письмо появилось, многие подумали, что, видимо, побег удался Письмо написано кем-то, кто называет себя Джоном Энглином Пишет, что ему 83 года, и что он очень болен Письмо интригующее Если оно настоящее, то оно оживило бы забытое, но еще не открытое дело Я всегда скептично отношусь ко всему, что попадает ко мне по этому делу Потому что очень многое из того, что мне попадалось, было подделкой Но и откидывать такие вещи нельзя Некоторые утверждения в этом письме весьма убедительны Анализ ДНК и отпечатков пальцев не дают однозначный ответ Поэтому специалисты ФБР изучили почерк Соответствует ли он почерку молодого Джона Энглина? У большинства людей в старости почерк остается таким же, только менее ровным Чем дольше Майкл работает с письмом, тем больше убеждается, что это подделка Эта буква вообще не похожа на ту, что есть в имени Джона Энглина А у нас много образцов написания его имени Построение фраз не соответствует изложению Джона Энглина Дело снова начинают обсуждать, когда появляется фотография Предположительно Джона и Клэренса Энглинов Когда я анализировал эту фотографию, я приблизил руку этого человека У него короткие пальцы А на этом фото Джона Энглина После ареста в 1958 году Видно, что фаланги у него Очень длинные на обоих пальцах Судя по рукам, это разные люди, потому что пальцы с возрастом не становятся короче или длиннее Они остаются такими же Без изменений Майкл до сих пор в поисках истины Это тайна, потому что никто не знает, что случилось с этими людьми Некоторые считают, что этот побег разрушил репутацию скалы как нерушимой цитадели Но в 1962 году тюрьме оставалось жить недолго Кто-то говорит, что этот побег погубил Алькатрас Но уже в то время среди охранников были слухи, что тюрьму должны закрыть Потому что реконструировать ее в соответствии с новыми стандартами безопасности было очень дорого В 1963 году, через год после побега, Алькатрас закрыли, так как репутация нерушимой тюрьмы уже не могла прикрыть разрушающиеся постройки Сегодня Алькатрас пытаются сохранить и перестроить Главным противостоянием Алькатраса всегда была борьба с самим собой Остров Алькатрас – знаменитое здание Истоки его суровой истории кроются прямо под этим зданием За 160 лет не появилось ни одной тюрьмы, подобной Алькатрасу Во время гражданской войны здесь держали военнопленных В 30-е годы 20-го века здесь сидели самые опасные преступники Америки Но пережить факт, что и отсюда можно сбежать, тюрьма не смогла Символ преступления и наказания Тюрьма Алькатрас стала жертвой собственной славы Программа озвучена компанией «Мобильное телевидение» Текст читали Анатолий Нокс и Полина Ртищева Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин